Сегодня я хочу рассказать о фильме «Глубокие воды». Это американский фильм, вышедший в 2022 году. И это, конечно, очень любопытный пример крайне неудачного фильма. Ну, не могу сказать, что плохого, скажем так, неудачного. Но, тем не менее, который обрел определенную популярность. А, скорее всего, по причинам, которые вовсе не связаны с его какой-то художественной ценностью. И сразу эти причины обозначу. Конечно, зрительское внимание к этой картине привлечено, в первую очередь, потому, что здесь главные роли играют Бен Аффлек и Анна де Армас, которые, как известно, именно во время съемок этого фильма познакомились. И у них случился роман, роман довольно-таки бурный, за которым общественность следила, что называется, с неослабевающим интересом. Ну, во всяком случае, та общественность, которая вообще следит за жизнью кинозвезд. Но вот о степени бурности этого романа я просто сужу потому, что я сам вовсе далек от отслеживания, кто там с кем встречается и живет, и что у них там происходит. Ну, а романе вот Бена Аффлека и с этой Анной, ну, невозможно было просто не услышать. Все время, ну, так или иначе, как бы попадались какие-то свидетельства об их отношениях. И вот я говорю, даже не желая, как бы, быть вовлеченным в эту светскую хронику, тем не менее, я как-то знал, в общем, что что-то между ними, там, то и дело, как бы, какая-то любовь происходит. И вот, вероятно, именно это, несмотря на то, что пара уже рассталась, и Бена Аффлек уже успел благополучно жениться на своей бывшей пассии, совершенно другой, ну, вернулся к истокам, ну, относительным. И вот, несмотря на то, что вроде бы вот это дело уже в прошлом, вот, и только этим я могу объяснить интерес к этой картине, вот, пристальный такой интерес, ну, может быть, он не особо пристальный, но, во всяком случае, определенное зрительское внимание вот эти глубокие воды получили, ну, наверное, потому что, да, есть желание простого зрителя увидеть, как же у них там все, тем более, что фильм-то подается как эротический триллер, то есть, как бы, это же сразу дополнительно интересное, а тем более Анна де Ормаса, она же такая красотка, безусловная, очень, тем более она сейчас на пике популярности, и благодаря фильму «Достать ножи», наверное, в первую очередь, и благодаря вышедшей, ну, уже чуть позже, глубоких вот «Блондинки», ну, то есть, ее имя вот на слуху, у нее, безусловно, такая, как бы, рост популярности, а я еще промолчал про «Бегущего по лезвию», где у нее небольшая, но значимая роль и «Не время умирать» в последнем фильме с Бондианы, так что, конечно, хочется посмотреть, как же там она в жанре эротического триллера, в общем, все разглядеть в каких-то подробностях, но вот, к большому сожалению, вот этот зрительский интерес, он самим фильмом, в принципе-то, и не оправдывается. Да, ну, что-то нам там показали. Ну, ты смотришь кино, ты тратишь на него там полтора-два часа своего времени, ну, не за тем же, чтобы только там чего-то там разглядеть, ну, хочешь там поразглядывать на фотографии, посмотри, в интернете полазь. Фильм-то все-таки должен, как бы, брать, ну, чем-то, ну, помимо этого. А он вот совершенно как-то не берет, и совершенно, значит, он, как бы, сюжетно ломается и не как-то, совершенно оказывается каким-то таким невнятным и не очень выразительным, при том, что, вроде бы, там ведь есть все составляющие для успеха. Первая составляющая – это экранизация романа Патриции Хайсмит, это знаменитый автор, писательница детективных романов, в первую очередь, ну, вошедшая в историю, наверное, искусство, как создательница талантливого мистера Рипли, про которого тоже есть несколько экранизаций, от давних 60-х годов с молодым Оленом Делоном на ярком солнце до классической, современной голливудской классики, вот, собственно, талантливый мистер Рипли с молодым уже Мэттом Дэймоном. Но, кроме того, ведь это она, ее экранизировал Великий Хичкок в фильме «Незнакомцы в поезде», тоже какая-то замечательная криминальная, скажем так, интрига. Ну, а у нее были и романы другого от ОКОВАТ, тоже экранизация недавних лет «Кэрол», там, видите, там, по-моему, совсем нет детективной линии, там роман совершенно о другом. Ну, то есть, это действительно такая, ну, как бы известная, толковая писательница, может быть, она в меньшей степени известна у нас, ее часто сравнивают с Агатой Кристи, сопоставляют, как бы, и, конечно, Агата Кристи у нас известнее, ну, не в пример больше, да, но, тем не менее, вот, ну, как бы, понятно, что это имя. Имя вот в этом жанре, то есть, я уж сейчас не возьмусь судить про литературные именно достоинства, но вот в жанре такого детективного триллера с глубоким таким психологическим рисунком, но Патриция Хайсмит, по-моему, тут и не надо ничего доказывать. Вот, и, кстати, любопытно, что и вот эти глубокие воды, это тоже не первая экранизация уже ее, вот этого ее сюжета, что еще в начале 80-х был французский фильм с Трентиньяном и молодой Изабель Юпер. Вот, я его не смотрел, и вот просто любопытно, да, вот Изабель Юпер на, вот, вместо Анны Д'Армаса, вот, как это было, ну, это любопытно, во всяком случае, вот, ну, знать, что вот это, как бы, ну, такой фильм где-то существует, вот, с подобного рода сюжетом, а сюжет ведь тут в чем, значит, что муж-жена, жена явно моложе, и какая-то жена такая ветреная, вроде как, а при этом муж, вот, вроде ей как-то все позволяет, во всяком случае, закрывает на многое глаза. И как, то есть, и мы не очень даже порой, вот, я не совсем даже понял, вот, это у нее только флирт, или все-таки он заходит там дальше, ну, то есть, как бы, я не то, что это не понял, но вот, как-то мне это показалось странным, что именно в этой картине здесь это, ну, в общем, какая-то такая неопределенность, она сохраняется, и, возможно, намеренно. И вот он в какой-то момент, он просто говорит потенциальному ее, вот, как бы, ну, не могу сказать любовнику, как бы, ну, с кем она там, как бы, кому глазки строит, он просто говорит, а что, типа, ты знаешь, я однажды, там, предыдущего-то ее убил, и как бы так вот, типа, признается в убийстве. И мы, он, конечно, вот, он его запугивает настолько, что тот, как бы, потенциальный кавалер, как бы, быстро сваливает, но мы вот, ну, я про себя, во всяком случае, говорю, так я до конца все-таки не понял, то есть, это с его стороны что было? Я понял, как, что это такая была, ну, черная шутка такая, типа, я там, смотри, вообще, я сам по себе крутой мужик, и дальше мы, вот, не вполне понимаем даже, как к этому относиться. А когда дальше происходит, действительно, убийство, вот, и получается, вот, нам, как, ну, там, другим, остается гадать, а что это было? А действительно, то есть, мы, как бы, это, вот, герой Африка, он кто? Он действительно, получается, убивает любовников своей жены? И вот, и как вообще, то есть, да, то есть, то есть, вот, ну, и вроде бы это, ну, тут есть, есть как-то как раскручивать, и за что цепляться, но вот в этом конкретном случае, ну, остается какое-то чувство, ну, глубокой неудовлетворенности. Неудовлетворенности, собственно, как и какими-то эротическими сценами, так и, ну, вот этим, как бы, сюжетом. Все-таки, вот эти эротические сцены, они должны, ну, быть по делу. Они должны как-то, чтобы, ну, врезаться в память, они должны, как бы, обрамляться, ну, крепким сюжетом. И в этом отношении, конечно, с одной стороны, про совершенно правильный выбор режиссера Эдриан Лайн, который, вот, как бы, что называется, вот, жанр эротического триллера, это, что называется, дело всей его жизни, ну, не обязательно триллера, а, скажем так, такой легкой, как бы, ну, эротики, порой она решена в мелодраматическом жанре, как в случае с легендарным, во всяком случае, в наших краях, фильмом «Девять с половиной недель». Но на самом деле ведь в Америке он в первую очередь, когда о нем говорят, в первую очередь его вспоминают как режиссера рокового влечения. То есть это уже как раз вот эротический именно, что триллер с детективным такой моментом, ну, там не столько детективным, но вот с какой-то, в общем, напряженностью. Детективное там, скорее, уже есть вот его последний на данный момент вот ленте, там неверное, вот там, по-моему, был больше прослежен детективный момент. Но вспомним и другие названия «Непристойное предложение» с Деми Мур и Робертом Редфордом, и Вуди Харрисоном, с шокирующим таким сюжетом, когда миллионер предложил просто замужней женщине миллион, по-моему, за ночь. Я за ночь с тобой отдам все на свете. И она вместе с мужем, они его должны были решить, а как? В общем, готова ли она отдастся за миллион, который решил бы все их там, понятно, финансовые проблемы, но вот как бы готов ли муж тем самым тоже как бы это принять, эту измену, да, столь щедро оплаченную. То есть им, конечно, вот эти эротические, получается, сюжеты во всех вот этих названных фильмах, они же очень были как бы втиснуты в крепкую сюжетную канву. Конечно, Эдриана Лайна жестко сбила Лолита. Хороший фильм, не могу ничего сказать. Конечно, очень крепкая такая достойная экранизация романа Набокова, причем, собственно, одобренная сыном, правообладателем, сыном Набокова. Я помню, они вместе приезжали в Москву на премьеру. И, конечно, вроде бы хорошо сыгранная и тогда бы поставленная отмена, но неуспех этого фильма, он, по сути, конечно, в тот момент еще не поставил крест на творчестве режиссера, но сказался, я думаю, несомненно, потому что все-таки вот что американская, что европейская публика не готовы оказались принять новую экранизацию этого, ну, действительно, скандального романа. В новых условиях вот это уже не прошло, в отличие от давнего фильма Кубрика. И, то есть, тут уже вот этот эротизм в случае, как бы, смешанной с темой, ну, педофилии, он, в общем, сказал, плохо сказался, да, не на репутации режиссера, но, во всяком случае, вот на его, как бы, дальнейшей судьбе. И, вроде бы, логично, да, если вы хотите снимать эротический триллер, ну, позовите Адреналайна, тем более он давно не снимал, он, наверное, горячо ворвется в работу и, как бы, ну, в общем, сейчас сделает вам все так, как надо. Один нюанс. Адреналайн уже глубоко пожилой человек. Ему там, по-моему, за 80, уже 80 есть где-то, да, наверное. Но, ну, даже если бы 70. То есть, это в любом случае, как бы, ну, человек в возрасте уже. И тут встает вопрос, в общем, что называется. То есть, когда, значит, эротический триллер, вот такой напряженный, такой вот, как бы, с обилием этого, что называется, как тестостерона, снимает вот человек полный сил. Ну, тогда, наверное, это его энергия, она передается экрану, героям, и вот, как бы, все идет вот так, как надо. А когда эротический триллер ставит заслуженный пенсионер. Вот у нас очень тоже вот был фильм, это, когда на эротическое кино пришел наш режиссер Владимир Бортко. Я сейчас даже не вспомню, как этот фильм называется, вот, с Аней Чиповской и Дмитрием Певцовым. Как-то, ну, что-то, ну, что-то, не о любви ли, может быть, да. Боюсь, боюсь перебрать сейчас, в общем. Ну, в общем, какой это кошмар. Прямо глаза лопаются, да. Вроде бы, да, все красиво и Чиповская прелесть, но, блин. Прямо не хочется просто со своими словами-то говорить, я так из вежливости как бы промолчу, но возникает вопрос о, скажем так, творческой потенции режиссера. И вот глубокие вводы, это, ну, аналогичный случай. При всем уважении к Эдрину Лайну, все-таки он какой-то дослед в искусстве оставил, вот хотя бы вот в этом жанре, да. Но стоило ли ему... Да, понятно, что он хотел вернуться в кино, да. Он давно не снимал, там, 20 лет. То есть, как бы, конечно, ребята, я с вами, я готов, но, в общем, не было ли это ошибкой. Ну, может быть, что-то не получилось тут уже и не по вине режиссера, но, конечно, вот режиссер ответственен, ну, должен брать ответственность как за победу, так и за поражение. Поэтому в данном случае мы, ну, там могли быть и разные другие проблемы, но вот мы виним вот как-то волей-неволей, виним вот режиссера. Ну, вот, тем не менее, конечно, наверное, как я и сказал, все равно глубокие вводы обречены на какое-то внимание, все равно имена актеров привлекают. А дальше уж, как бы, понравится вам фильм или не понравится, ну, тут каждый, наверное, будет решать сам, может быть, кто-то и найдет его в какой-то мере привлекательным. Ну, вот я на самом деле, ну, вот я, что называется, по долгу службы, что называется, вынужден был его посмотреть, чтобы знать вообще, что в мире происходит. Но, конечно, да, это было, ну, не самое такое, как бы, не то времяпрепровождение, которое дало какой-то эффективный вот этот коэффициент полезного действия.